Привет, наши дорогие зрители и подписчики! Мы продолжаем серию честных обзоров отелей с директором агентства горящих путевок турбар-лаунж Аллы Глыевой. Первый отель, который мы сегодня начинаем, это пара-отель, который находится в Шарм-эль-Шейхе. Всем здравствуйте, привет, Жанна. Паратель-Бич, я думаю, те, кто давно уже летает в Египет или продает его, так как смотрят нас и клиенты, и коллеги, это бывший Рэдисон. Понятия не имею, почему они сменили менеджмент, но это случилось в конце 2017 года, и теперь бывший Рэдисон называется Паратель-Бич. Что изменилось? Про Рэдисон были очень неоднозначные отзывы. Одна из причин, почему мы сегодня говорим про эту гостиницу. И, собственно, все, что было хорошее и оставалось, это территория. Я сама, когда первый раз посетила эту гостиницу, во-первых, отель «Пять звезд», во-вторых, на берегу, гостиница вся в ручейках каких-то дорожках, мостиках, в общем, очень-очень-очень красивая. И прям хотелось фотографироваться там, там, там. То есть это первое, что привлекает всегда, когда люди рассматривают отель, конечно же, территория, по которой можно гулять, и она не маленькая. Вот, и как-то буквально действительно до конца 2017 года по отзывам все, что хорошее, более-менее оставалось, все остальное средничок – это территория. В начале 2018 тоже полгода было непонятно, кому-то нравится, кому-то не нравится. Из последних отзывов, вот, приду уже к общему знаменателю, что здесь все-таки хорошее, что плохо. Территория большая, как я уже сказала, зеленая, красивая, с мостиками и ручейками, вот сейчас, как раз, видно на видео. Второе – это то, что есть несколько бассейнов, один из них подогреваемый, пляж коралловый, несмотря на то, что это – так… – Какая бухта? – Какая? Вот я хотела… – Набк или Наамовой? – Да, нет, это Набк. Вот я хотела сказать, хотела подсмотреть, между какими отельами вспомнила, между Риксосом и Анубианом. Несмотря на то, что это Набк, здесь не длинный понтон, то есть достаточно удобно, соответственно, выбирать гостиницу или не выбирать зимний период, опять-таки, ваше право. Кстати, очень часто комментируют, что «а в этом вы правы, а в этом вы не правы, а вот лучше ехать не в ветреный, но в хуже отель». Вот буквально последние отзывы под Айлендом, по-моему, или наоборот. Уже мы клиенты. На самом деле я говорю свое мнение с точки зрения и своего, и того, что говорят клиенты, которые приехали за последние месяцы. Вот, собственно, и все. Правда это или неправда, собирательный образ моя задача вам дать, потому что каждый человек смотрит на каждый отель по-разному. Поэтому, моими глазами, это хорошее предложение, если оно идет по сочетанию цены и качества. Если мы говорим про цену на эту гостиницу, это в районе тысячи на ближайшие даты неделя с ребенком 8 лет и двумя взрослыми. Вот такой вот среднестатистический пятизвездочный отель. Пантон короткий – хорошо, территория большая – хорошо. All-Inclusive – стандартный. Единственный момент, из которых написали, что алкоголь лучше покупать свой. Ну вот буквально у нас просто, почему говорю, написали, у нас сейчас клиенты в этом отеле, вот, и написали, что лучше с собой брать. Но это, в принципе, стандартно во всех пятизвездочных отелях от такого уровня, поэтому ничего нового. По питанию. Завтрак, обед, ужин – понятно. Есть, где перекусить фри, бургеры – все по стандарту. Что касается выбора, есть мясо несколько видов, рыба тоже есть. Другой вопрос. Какой-то день она, как они пишут, немножко пережалена в какое-то вкусное, но это, опять-таки, тоже на любителя или как получится у повара каждый день. Но, в принципе, еда, галочку поставили, что голодными не будете. По поводу анимации. Анимация здесь ненавязчивая. Есть ненавязчивая, но хорошая. Ее, как бы, хвалят. То есть детям есть чем заняться, взрослые тоже в течение дня по расписанию есть чем заняться. Но, что говорят, если вы сами будете инициировать, что вы хотите этим заняться, то, соответственно, анимация будет активнее. А так вот просто предложения идут ненавязчиво. Что еще? Номерам, насколько более… Да, по номерам, по номерному фонду и, в принципе, отель с, по-моему, ну вот еще когда он был «Рейдисен», они по чуть-чуть делают какие-то все время реинновации. Вот, то есть даже после выкупа полностью отеля новым менеджментом не произведена вот так, чтобы полностью в гостинице, в гостинице реконструкция. Поэтому в любом случае все как обычно, все стандартно в Египте. Если вам не понравился номер, то идем на рецепшн, просим поменять и надеемся, что нам дадут лучший номер. Что касается загрузки, отель не загружен стопроцентно, поэтому шансы, что вам поменяют номер, в принципе, есть. Территория здесь не особо, скажем так, маленькая, поэтому где вы хотите поселиться, тоже выбирайте, ну, сами территориально, как просить. Я всегда рекомендую, что все гостиницы в Египте практически одинаковые. Они идут здания, как правило, и бунгало, либо полукругом, да, ну все как правило, либо полукругом, буквой «П», не важно. И внутри идет вся территория бассейна. Поэтому из того, что рекомендую и сама часто выбираю, это то, что поселение всегда где-то посрединке. То есть вам удобно и до моря дойти, и бассейны, как правило, если вы посредине где-то территории живете, а не рядышком. И недалеко ходить на рецепшн в тот же лобби, на бар, например, там за кофе или за алкоголем. Вот как раз на экране детский клуб. Детки здесь принимаются с 4 до 12. До 4 тоже можно у нас сейчас с малышом трехлетним, но с присутствием родителей. Да, это, собственно, все как обычно. И что-то... Рекомендую, отзыв у тебя есть, да? Да, вот отзыв. Я про море просто хотела прочитать, потому что, ну, я отель видела и не раз, но не жила, не купалась, скажем так. Море с коралловым рифом, можно увидеть больше разнообразия рыб. Единственное, что... ну, с красивыми кораллами. Единственное, что часто красный флаг. Ну, сейчас, понятное дело, часто красный флаг, потому что сейчас зима, сейчас, понятное дело, ветер. Поэтому однозначно. Вот. Не нашла я большой отзыв, долго листать. Не тот. Это они продублировали. Там очень длинный отзыв про эту гостиницу. Поэтому, если вас заинтересовал отель, звоните, я с удовольствием вам более точно расскажу, чтобы не читать сейчас этот отзыв или перешлю клиентов, которые сейчас там. Вот. По рекомендациям, да, если на эту гостиницу хорошая цена, как сейчас, тысяча, по-моему, 23 или 1093 на двух взрослых плюс ребенок 8 лет, я напомню, то по такой цене можно ехать, потому что, в принципе, по сочетанию цены и качества, это отличная стоимость. Еще один момент, когда я озвучиваю стоимости, пожалуйста, смотрите дату выпуска, когда выходит наше видео. Потому что часто, когда звонят клиенты, для них больше говорю сейчас, что, а вы говорили, такая цена, а вы говорили, там, еда, не еда, ветер, не ветер. Есть, ну, скажем так, ранее какие-то эфиры, есть сейчас эфиры, есть разный период времени, когда мы говорим. Поэтому, в любом случае, вот, воспринимайте информацию сейчас, как на сейчас, и даже через неделю-две те же отзывы, те же комменты могут поменяться, если где-то что-то будет в отеле лучше или хуже. Вот, ну и стоимость, конечно же, она у нас, в принципе, сейчас на рынке меняется в день по три раза иногда, в зависимости от загрузки. Поэтому по пар отеля, бич, бывший Рейдисон, пять звезд, все включено в напки с коротким понтоном, едой, где голодными не останетесь, детский клубом с 4 до 12, не навязчивой, но хорошей. Анимации с красивой территорией Алла Голева рекомендует, это значено да. Звоните, подберем, отправим, ну и буквально через одну секунду мы говорим о следующем отеле.